Доверие бизнеса к государству должно повышаться, считает председатель правительства страны. Сегодня Дмитрий Медведев провел селекторное совещание с руководителями регионов. В расширенном составе обсудили, как в российских субъектах будет реализовываться реформа контрольной и надзорной деятельности. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. От реформы контрольной и надзорной деятельности положительного эффекта ждут прежде всего бизнесмены. За последние годы от них поступило огромное количество жалоб на излишне строгий подход проверяющих. Генеральный прокурор отметил, что больше всего вопросов вызывает работа МВД. За последние три года при проведении более 19 тысяч властных оперативных мероприятий подразделениями МВД допущено свыше 2000 нарушений. А возбуждением уголовного дела закончилось менее 15% обследований. Спрашивается в остальных случаях, зачем сотрясали бизнес-структуру. Прокурорами скрыто около 4000 нарушений в деятельности органов Роспотребнадзора. Свыше 2000 – Ростех и Ространснадзора. По 1000 – Росреестр и Роспроводнадзора. Дмитрий Медведев отмечает, что необходимо изменить принципы контроля. Нет смысла ходить с проверками туда, где здоровью людей ничего не угрожает. Работа надзорных органов будет оцениваться не по количеству отчетов. Важно, чтобы не только приходили с проверкой, а фактически замеряли, насколько снизилась смертность, травматизм, заболеваемость или экономический ущерб. На этом же основании будут приниматься и соответствующие кадровые решения. В ближайшие годы необходимо внедрить и новые методы контроля. Нам предстоит совершить переход от долгих и дорогих очных проверок к дистанционным методам контроля с помощью телеметрии, датчиков, фото и видеофиксации и так называемого интернета вещей. Для этого крайне важно наладить быстрый и удобный обмен данными с регионами. И таким образом шире вовлечь их в создаваемую единую информационную среду контроля и надзора. Реформа стартовала полгода назад. В ближайшие пять лет количество проверок бизнеса должно быть сокращено в два раза. Для регионов это приоритетная задача. Республика делает ставку на риск-ориентированный подход. Сегодня все органы власти, у нас семь видов риск-ориентированных подходов. Мы отправили все предложения для того, чтобы определить критерии каждому из предпринимателей. То есть это умеренный риск, средний риск, наименьший риск. Все наши органы власти, которые отвечают за тот вид регионального надзора, отправили в федеральный. Но федералы пока еще не разработали. Мы предлагаем не ждать этого порядка. Глава региона отметил, что поручения правительства страны должны быть выполнены в сжатые сроки. От этого зависит, насколько высоким в республике будет уровень экономической свободы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.